Всем привет! Наконец-то я нашла времечко снять видео про сложность ухода за шерстью белой собаки. Вот мы пришли с прогулки. Она была недолгая, всего лишь полчаса, потому что мы в скором времени отправимся на часовую тренировку. У нас будет и докфитнес, и носворк. Соответственно, Энни должна быть отдохнувшая. Спасибо соседям, что перестали создавать дополнительные шумы. В общем, вот, можно лицезреть, собственно, какая Энни пришла чистая. После недолгой прогулки, это мы гуляли максимально по асфальту, зашли на полюшко погонять ворон, и всё. То есть грязь особо мы и не встретили. Утром и вечером не всё так печально, поэтому там максимум, ну пока, пока эти дни максимум я ей лапки просто обмываю водичкой и, собственно, просушиваю просто полотенцем. И на этом всё. А вот дневные прогулки у нас заканчиваются настоящей СПА-процедурой. Приступаем. Первым делом смоем грязь из подушек теплой водичкой. Энни себя абсолютно спокойно ведёт в ванной, но одной рукой неудобно, поэтому сейчас я её нормально промою, и мы вернёмся. Грязь мы смыли. В принципе, на этом можно было остановиться, но так как мы же поедем на занятия, надо быть красивыми в кадре. У меня вот здесь уже разведён шампунчик, но у меня вот такой. Вот такой, в принципе, не имеет значения сейчас для меня, каким я её буду промывать. Плюс этот шампунь не концентрированный, но я всё равно его раздела, потому что мне не нужен сильный мыльный раствор, мне нужно просто пыль эту смыть. Вот, сейчас наносим на украшалку, на мордочку, соответственно, тоже вспениваем и смываем. Так, мы напенились. Вот, смотрите, сколько пены. Её не так много, и смоется она явно быстрее. Не нужно будет тут по несколько минут вымывать шампунь из шерсти. То есть, по сравнению с обилием пены от обычного шампуня и от разведённого, тут просто сущая-сущая мизерность. Вот так вот шерстку промакиваем. Обязательно вот здесь ударим. Между пальчиков. Вот сразу видно, да, грязь стекает. Опа. Вот так вот всё это дело промываем, промываем, промыливаем. Ещё лапа. Вот она грязька. Вот она уличная прелесть. Ну, конечно же, после прогулки мы будем тискаться, обниматься. Естественно, мне собака нужна чистая. Наши лапа. Грязь даже. Песочек смывается ещё где-то между пальчиков. Вот и сейчас мы всё это дело снова смываем. Мы смыли шампуньку. И теперь вот так вот аккуратненько прожамкивая каждую лапку, мы удаляем лишнюю жидкость. С живота просто я вот так рукой провожу, так жих туда, придерживая собаку. Ну и бороду, соответственно, тоже так бэм-бэм. Жам-г-жам-г и отжимаем. Ну и плюс собака ещё дополнительно сама отряхивается. Достаем собаку из ванной и с помощью вот такой вот автомобильной тряпочки. Так, секунду. Вот в таких тубах от разных производителей разных размеров она продаётся. Допромакиваем шерсть, чтобы уже сушить феном было гораздо быстрее. Конечно же, нужно отряхнуться обязательно. Давай, где-то есть. В общем, точно так же аккуратненько промакиваем. Ничего не натираем, просто промакивающими движениями везде, каждый уголочек проходим. Ты зубы вытираешь. Мы зубы не мыли. У тебя на это косточки есть. Мы тут с ней просто ещё периодически вот так играемся. Только забирай, забирай, давай, забирай. Всё, в общем, аккуратненько. Ну, заодно я и бороду ей так просушиваю, промакиваю. И перед сушкой феном я нанесу ещё болтушку, сделанную вот из этой прекрасной маски. Рецепт, в кавычках, на изготовление этой болтушки я оставлю в описании к этому видео. Мы делаем её уже второй раз. Хватает её достаточно надолго. Какой эффект создаётся потом на шерсти, мне очень нравится. Так что сейчас просто распыляем по лапкам, по пузику, захватим бороду. Корпус я трогать не буду. А потом уже будем сушиться. Как можно заметить, мы уже высушились и таскаем мышь. И, собственно, ответ на вопрос, сложно ли ухаживать за собакой с белой шерстью, отвечу абсолютно точно так же, как и за собакой других расцветок. Потому что грязь ко всем прилипает практически одинаково. Кому-то больше, кому-то меньше. И в целом у меня на мытьё, нанесение шампуня, смывку, оптирку, сушку. Плюс мы ещё успели подстричь когти. И маска у нас была нанесена на 5 минут. Несмываемая. То есть просто нанесла до сушки феном и оставила собаку рядом с ней присутствовала. Не переживайте. Не оставила собаку одну на машинке стиральной. 5 минут масочка впитывалась в шерсть. Эни, неси давай! И потом, собственно, мы просто с помощью сликера шерстку прочесали и высушили феном. Так что, если откинуть моменты съёмки, то за 20 минут собаку вполне себе, даже за 15, можно и намыть, и вытереть, и насушить, и ещё и когти подстричь. А если с маской, то вот минут 20-25 можно заметить, что у Эни загорел попец. Неси скорее, мышь! Давай! Он уже прям фиолетовый. И голова тоже фиолетовая там местами видна, и уши тоже. Вот. Да что-то меня кусаешь. Сейчас покажу. Подожди! Где-то как тебя поймать-то, Эни? Вон, фиолетовый. Фиолетовые участки. А, фиолетовая. Развернись. В принципе, её можно было не сушить феном, а вот так вот разыграть игрушкой, и тогда времени ушло ещё бы меньше. Так что, кто хотел себе завести белую собаку, решать, собственно, вам. Эни, повернись, попцом. Опа, повернись. Попой, повернись. О, не. Повернись попой. А вот и фиолетовый, по-пец поймался. Костяки тоже были фиолетовыми. Эй, ваку, лазанчик. К чемушу? К чемушу? К чемушу? Давай, давай, скорее. Давай, скорее. Жадина, говядина. Ну, в общем. Вот так вот у нас тут всё происходит. Редактор субтитров. Ага. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok